Шкоду Т-45 Голого состояния, то 3500 для данной машины все-таки дороговато. Объективно и максимальный ценник, мне кажется, на данную машину должен составлять 3000 золота. Ну уж точно не 3500 в полностью голом состоянии, даже без открытого оборудования. Что касается набора, то свое мнение по поводу данного набора я уже высказал, в том числе показал Е-75ТС таким, какой он есть на самом деле. Вот ссылочка. Переходите, обязательно посмотрите. Плюс эту ссылочку я обязательно добавлю в описании к данному видео. Также, ребят, хочу поставить лайк каждому из вас, кто смотрит данное видео уже с оформленной подпиской на канал. Ну а если вы этого еще не сделали, то то, что вы нажмете на вот этот желтый шильдик и нажмете клавишу подписаться, вам будет стоить ровно в 0 копеек. А для канала это возможность развиваться, я буду вам безумно благодарен, если вы продолжите смотреть мой канал именно с оформленными подписками. Обязательно лайкуйте данное видео и пишите свое мнение в комментариях по поводу увиденного. Что касается Шкоды Т45. Шкода Т45 машина вроде бы потенциально довольно неплохая, но, как говорится, в каждом гробу есть какие-то гвозди. Здесь, по моему мнению, есть гвоздь только один. Единственное, что этот гвоздь размером с фарнарный столб. 5,2 секунды время сведения. Просто кощунство какое-то. Реально, в бою чувствуешь себя ущербным настолько, насколько можно себя ощущать ущербным в этой игре. Что касается разброса. В целом, довольно неплохой 3,5, но все же, ребят, 0,349, да еще и со временем сведения 5,2, будем говорить, 5 секунд, это действительно очень много. Нет, все-таки 5 секунд и 5,2, наверное, разница очень большая. Урон в минуту 2500, и для семерки это действительно очень хорошая цифра. Но, опять-таки, если ты умудряешься стрелять точно, потому что с таким временем сведения отстреливать точно получается не так уж и часто. И дело в том, ребят, что здесь есть еще маленький нюанс, который меня раздражает больше всего. А именно, несовпадение цифр времени сведения со временем перезарядки. Ну, прям издевательство какое-то. Время перезарядки, ребят, с оборудованиями амуниции меньше, нежели время сведения. Плюс к тому, ребят, давайте отвлечемся в отношении времени сведения на оборудование. Такое время сведения получается, если вы оборудование себе откроете за серебро. А, кстати, в голом состоянии, напомню, открытое оборудование в комплект не входит. И вы здесь заплатите в районе полутора миллионов серы, если я правильно посчитал. Возможно, даже чуть больше. Так вот, ребят, и то, и другое оборудование, я имею в виду и тот, и другой слот, у меня выставлены на время сведения. И при этом все равно время сведения составляет просто безбожные 5,2. Ладно, со временем сведения вроде бы разобрались, просто оно настолько сильно заставляет пригорать в некоторых местах во время боя, что я не устаю об этом повторять по кругу. Попытаюсь об этом больше не говорить. Хотя сомневаюсь, что когда мы будем тестить машину в бою, у меня это получится. Что касается бронепробития, что касается урона, здесь вполне нормальные цифры для семерки. 175 на базовом снаряде, 243 пробития на кумулятивных. И здесь, ребят, еще есть довольно-таки неплохая альфа, как на базовых снарядах, так и на голдовых. 190, 210. Цифры вполне себе классные, вполне себе хорошие. Единственное, что Шкоду необходимо играть исключительно, ну, скажем так, лицом к лицу с врагом и уж точно не на дальних расстояниях. Ну и что касается угла склонения орудия вниз, минус 7. Вполне себе приемлемая цифра для тяжелого танка. Все, что можно было обсудить по данной машине, стоя в ангаре, обсудили. Надеюсь, вы уже лайкнули данное видео и подписались на канал, а я отправляюсь в бой для того, чтобы показать машину такой, какая она есть на самом деле. Ну что, погнали. Дело в том, что интерес к этой машине очень сильно подкошен тем, что в свое время данную тачку можно было забрать абсолютно в бесплатном, в абсолютно плевом ивенте, в котором эту машину забрало огромнейшее количество игроков и, соответственно, количество желающих приобрести себе данную машину существенно меньше. Стоит также отметить, что я не совсем понимаю экономическую политику варгейминга в отношении данного набора, который выставили сейчас на продажу. Сейчас попытаюсь объяснить свою позицию. Смотрите, они оценили в 6500 машину, которая, в принципе, неплохая. То есть, неплохая восьмерка за 6500. Понятное дело, что Е75 ТС хотели бы приобрести себе еще дешевле, поскольку голое состояние, без легендарного внешнего вида, не в составе какого-нибудь набора и так далее. Сейчас, секунду, давайте для начала заценим время сведения. Ну вот оно, время сведения, да, представим себе, что мне необходимо свестись. Ну, просто, просто ужас какой-то. Откатываемся назад. Ну, и видите, без сведения, понятное дело, что будет промах однозначный. Так вот, ребят, Е75 ТС 6500, ценник вполне себе приемлемый. Хотя, понятное дело, исходя из того, что это в голом состоянии тачка, многие хотели бы купить себе ее немножко дешевле. Давайте возьмем за базу 6500. 8500 оценили весь набор вместе с вот этой машиной. Еще тоже, куда не шло, за Шкоду у тех, у кого нет, может закраться мысль по поводу того, а почему бы за 2000 не прикупить себе еще одну машину себе в ангар, пускай не самую крутую, пускай не самую классную, но при этом плюс-минус играбельную и премиумную. Да и плюс к тому получить легендарный внешний вид на Е75 ТС. Но при этом все, отдельно, машину продают за 3500. Зачем выставлять за 3500 машину, которая в основном никому не нужна, потому что все желающие ее уже успели получить в соответствующем ивенте. Навряд ли продавали ее, потому что это премиумная машина и, соответственно, получить за нее голды не получилось бы, а получать серебро за машину, ну, как бы смысла никакого нет, поэтому, скорее всего, пооставляли себе в ангарах. Я бы выставил математику следующим образом. Я бы, во-первых, выставил сам набор не за 8500, а за 8000, потому что, в принципе, для Wargaming, грубо говоря, там, 5500, ребят, с золотом, ну, это как бы не такая уж и большая цифра. Поэтому я не думаю, что они там сильно бы обеднели, но при этом всем интерес к набору был бы гораздо больше. Ну, а что касается интереса к самой Шкоде, то если бы ее выставили, допустим, там, за тех же самых 2500 отдельно продавая, а вообще лучше за 2 косаря просто отдельно продавая в голом состоянии, без открытого оборудования, как она сейчас стоит, то, опять-таки, и к самой Шкоде интерес был бы гораздо больше. Ладно, досматриваем бой, сейчас попытаемся заехать в следующую катку. Он потратил очень много времени и концентрировался на том, чтобы донести свои мысли по поводу годности самого набора и экономической позиции в отношении данного набора самой компании и разработчикам. Но в следующем бою приложу максимум усилий для того, чтобы показать Шкоду МТ-45 в максимально красивом и надлежащем внешнем виде. Правда, если это получится. И так, братцы, бой закончился поражением. 1000 единиц нанесенного урона, здесь хвастаться абсолютно нечем, я очень сильно, очень сильно прошу вас не бросаться камнями в комментариях. Действительно, порой очень сложно доносить свои мысли зрителям, параллельно играя. Хотя, меня даже лайкнули. Спасибо большое, это очень приятно. Второе место в команде по урону. ВК просто красавчик, мы действительно с ним неплохо сыграли, хотя я и не сильно был сосредоточен на самом бое. Сейчас возьмем машину. Для начала лайкнем наших соперников, они действительно этого достойны. Ну и давайте попробуем немножко качественные машины реализовать. Настолько, насколько Шкода Т-45 это позволяет его владельцу. Итак, поехали. Сейчас сосредотачиваемся исключительно на тесте машины. И, как вы видите, подвижность у машины оставляет желать лучшего. Это действительно очень медлительный танк. Я не совсем понимаю, зачем мне сейчас стреляют в затылок. Наверное, для того, чтобы в этом бою, играя против восьмерок, я не мучился. Ну, если ты баран, то, в принципе, это надолго. Скорее всего, на всю жизнь, пока кто-нибудь рога тебе не отпилит. Ну что, давайте попытаемся вместе с Т-77 захватить точку. Поможем ему в этом. Ну и параллельно с этим давайте будем зацестивать... Или как, тестировать, да, правильно говорить. Будем тестировать время сведения. Вот это безумное, безумное просто время сведения. И никудышняя альфа в 200 единиц. Но, согласитесь, если бы у машины время сведения было нормальное и не превышало времени перезарядки, то игралась бы машина гораздо комфортнее. При этом она однозначно с такой подвижностью, с такой живучестью, я имею в виду, в отношении бронирования корпуса, она не игралась бы как имба. Ну, не имбовала бы она, ребят, однозначно. Но, блин, играть на вот таком вот унылом аппарате действительно очень-очень сложно. Так. Ко мне приехали, точнее, за мной приехали. Надо отваливать. Понятно, меня будет добирать. Ясное дело. Ну вот вам, пожалуйста. Ну, она играется так постоянно. Она картонная. Она картонная в нижнем бронелисте. Она картонная в верхнем бронелисте. У нее абсолютно нет никакой подвижности для того, чтобы куда-нибудь свилять в случае необходимости. Вы не можете быстро откатиться назад. Вы не можете нормально свестись и выцелить серую зону. По крайней мере, не то чтобы с легкостью, но, по крайней мере, с каким-то комфортом. Ну, а так, ребят, при времени сведения в 5,2 вы успеваете гораздо быстрее перезарядиться. Ну, и, соответственно, для того, чтобы на средних и дальних расстояниях кого-нибудь выцелить, вам необходимо стоять на месте и вообще не шевелиться в бою. Ну, просто потому что, если вы шевельнетесь, то, опять-таки, ваш разброс увеличится и опять необходимо будет ждать, пока орудие сведется. Короче говоря, просто-таки безбожно тяжелая машина в реализации. Это действительно факт. Может быть, у вас в ангаре эта машина есть и за неимением каких-то других премиум танков, играя на этой машине, вы считаете, что это, в принципе, неплохо. Но, поверьте мне, если вы поиграете на других премиум машинах и коллекционных тачках, то вы почувствуете прям разницу в размере неба и земля. 624 единицы нанесенного урона. Меня расстреляли просто как молодого, потому что танковать здесь особо нечем. Да, порой бывают какие-то случайные рикошеты, но это далеко не на постоянку. Ну, и, соответственно, вот вам результат. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что Шкода Т-45 для всех 100% игроков это просто безудержное фуфло, которое не стоит вообще никакого внимания. Может быть, для какого-то одного, двух, трех процентов игроков из тысяч эта машина действительно поддалась и они смогли реализовывать ее практически в каждом бою. Но все же, ребят, машина, как мне кажется, недостойна внимания, покупая ее отдельно, не в составе набора. Да и в составе набора тоже стоит хорошенько подумать, а может проще купить себе отдельно Е-75 ТС и докупить к нему потом легендарный внешний вид или может где-то его получить из каких-нибудь контейнеров, нежели покупать набор дороже, чем сама машина стоит и получить себе в подарок вот такое вот Адоробла, которое будет стоять в вашем ангаре и в основном пылиться. Если вы хотите себе какую-нибудь интересную машину на седьмом уровне из тяжелых танков, давайте посмотрим, что у нас есть из альтернатив. Поверьте мне, гораздо веселее, гораздо круче играется на FV201A45, это гораздо веселее машина в любых отношениях. Поверьте мне, вы будете гораздо больше получать удовольствие, играя на VK4503, который недавно раздавался, опять-таки, бесплатно в плевом ивенте, в котором там вообще ничего делать не надо было, надо было просто забрать машину по большому счету. Я не буду говорить там про того же самого Фараона и Ликана, потому что это совсем другие машины, совсем другой стиль игры, ну и тоже самое касается коллекционных машин, потому что каждая из них уникальна по-своему. Поэтому, ребят, скажу откровенно, на седьмом уровне есть достаточное количество премиумных машин, которые достойны вашего внимания. Тогда же сам Гусь будет и то гораздо интереснее, нежели Шкодом Т-45. Поэтому, если вы надумывали себе приобрести именно Шкоду Т-45, потому что вам кажется, что она в составе вот этого вот набора, а точнее отдельно продаваясь от него, простите, заинтересовала вас исключительно ценой и вы хотели ее покупать исключительно исходя из небольшого ценника, то я бы не рекомендовал вам этого делать. Я бы рекомендовал вам придержать свою голду, ну и, соответственно, приобрести себе что-нибудь более годное. Да, пускай немножечко дороже, но все же гораздо интересней, ну и, соответственно, гораздо веселей. Если вы за честность автора, если вы за честность на канале, прямо сейчас подписывайтесь на канал, становитесь постоянным зрителем, жмите лайкос и пишите свои комментарии по поводу увиденного. Я стараюсь специально для вас и надеюсь на вашу поддержку и благодарность в виде подписок, лайков и комментов. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»